Здравствуйте! Это Московский городской педагогический университет и наши партнеры, Архитектурное бюро «Дружба» и независимые эксперты в области детского соучастия. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Хочется начать с того, что в последние годы человек в современном обществе стремится быть более субъектным и больше решать свои жизни, решать каких-то важных вопросов. Даже у детей есть такое право решать вопросы, связанные с важными аспектами их жизни. Это закреплено в Конвенции о правах ребенка. Но помимо субъектности, новое слово в современном обществе — это соучастие, принцип соучастия. Не то чтобы оно нам было незнакомо, но мы скорее его знаем долгие годы с позиции юридической практики и соучастия в преступлениях. Но сегодня мы поговорим совсем не об этом. И наши команды, сейчас представлю, кто сегодня участвует в разговоре, начну с моей коллеги Анны Якшиной, научный сотрудник лаборатории развития ребенка, научно-исследовательского института урбанистики и глобального образования МГПУ. С нами также Бэлла Филатова, архитектор, партнер и соучредитель архитектурного бюро «Дружба», а также партнер и соучредитель и куратор образовательных программ архитектурной мастерской «Драконопроект» и специалист по соучаствующему проектированию. И вообще много чего хорошего про Бэлла. Знаю, по ходу дела вы убедитесь. Также с нами прекрасная Люба Гурарий, очень яркий и глубокий специалист по развитию сообществ и куратор проекта «Районали» и соучредитель проекта «Город Друг». Ну и я, Татьяна Ливан, ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребенка НИИ урбанистики глобального образования МГПУ. И начнем мы с такого простого вопроса. Вот каждый в своей сфере пытается продвигать идеи соучаствующего проектирования, вообще принцип соучастия, но эта идея очень сложная и ее трудно понять. Вот как вы бы объяснили своим адресатам, целевой аудитории, допустим, Бэлла заказчику или Люба, представителям местной власти, или Аня, педагогам, директору школы, детского сада. Как вот простыми словами на пальцах буквально объяснить, что же такое соучастие, детское соучастие? Аня. Ну вот если бы я обращалась к директорам и к педагогам, то я бы предложила обратиться к своему опыту. Мы, взрослые, сами очень ценим тех, кто принимает решения, тех, кто может проанализировать ситуацию, тех, кто может услышать другого, тех, кто берут на себя ответственность. И при этом есть вот какое-то такое непроясненная точка зрения, что это возникает само по себе, как будто бы откуда-то снисходит на любого взрослого человека, но это не так. И получается, что в детском возрасте мы можем эти условия создать. И соучастие — это как раз такая практика, в которой создаются условия для того, чтобы ребенок мог влиять на то, что происходит, на то, что его касается, в тех границах, которые пока ему доступны. То есть это такое безопасное пространство, где я могу быть активным, где я могу влиять и чувствовать эффекты своих действий. Ну, то есть, например, захотела я поиграть в машинки или построить дом, я решу это, и вот я участвую в соучаствующей практике. Ну, я бы здесь сказала, что можно представить соучастие как такие уровни, как лестницу. И первый такой базовый уровень, конечно, без которого соучастие невозможно, это про то, что в целом у ребенка есть возможность сказать, что он хочет. Сказать и сделать то, что он хочет. Но если мы рассматриваем соучастие как практику, которая дает ребенку осязаемый опыт влияния, то она, конечно, должна выходить за пределы свободной деятельности, своего имущества, общение со своими друзьями. И ребенку очень важно в этом смысле иметь опыт влиять на детский сад в целом, на то, что там происходит, на то, как строится само содержание образования. И главное, понимать и чувствовать, что это я влияю, что мое мнение, мой голос не просто услышан, но его учли. И вот я предложила эту тему, я предложил, я пошел на прогулку, меня заинтересовало, почему вот так вот текут ручейки или почему вот эти листья так сворачиваются, а эти нет. И мы стали про это изучать, и мы стали двигаться в этом направлении. Или я предложил так изменить среду в своей группе, где я нахожусь весь день, и мы так это поменяли. И я чувствую, что да, я внес вклад свой, я повлияла на то, что происходит. То есть, если обобщить, то так на пальцах, когда детям дают возможность влиять на то, что происходит не только в их жизни, но и в жизни целой группы или класса, или даже целой школы или детского сада. Ну да, по вопросам, которые касаются. Не по всем на свете вопросам, например, обыкнуть обхозу, закупать какие-нибудь моющие средства. Но то, что реально касается его жизни, вот в этом очень важно задавать условия, чтобы дети могли реально влиять на это. Ну, про границы мы чуть попозже поговорим. Белла, я понимаю, когда мы предлагаем в каких-то учебных ситуациях ребенку расширить границы влияния. А что же касается вообще городской среды? Это же как бы не совсем детская тема и пространство. Вот как объяснить относительно городской среды, что такое детское участие? Да, Архитектурное бюро «Дружба» как раз занимается развитием городской среды. И поэтому нам, как архитекторам, часто приходится сталкиваться с взаимодействием с людьми, с горожанами. Потому что если какие-то архитектурные объекты можно строить без участия людей, то когда ты занимаешься городской средой, участие людей, оно непосредственно, и оно там обычно выражается в формате каких-то публичных слушаний, так или иначе. В общем, люди высказываются, и в такой ситуации часто мы сталкиваемся с тем, что люди не умеют конструктивно договариваться. Многие люди специально там не ходят на какие-то такие мероприятия, потому что понимают, что там не будет приятного конструктивного диалога, невозможно добиться какого-то реального эффекта. То есть что там какая-то будет драка или какие-то споры, шумы. Часто люди так считают, что как будто им что-то должны принести на блюдечке с голубой каемочкой. Но мы с этим сталкиваемся, правда, часто. И мы искали способ, каким образом вообще на это можно повлиять, каким образом можно изменить эту ситуацию, чтобы горожане брали на себя больше инициативы, и понимали, где, ну как-то разбирались в вопросе, понимали, где они могут повлиять, где они, ну где уже экспертиза специалистов должна случиться, и им не нужно в это встраиваться. И мы поняли, что самый простой на самом деле и быстрый, как ни странно, путь – это работа с детьми, с детьми и подростками. Потому что на самом деле они растут быстро, то есть 5-7 лет. И люди, ну это способ начать не перевоспитывать людей, которые приобрели уже некоторые паттерны поведения взрослых, а работать с детьми, давая им возможность высказываться и принимать непосредственно участие в решениях. Ребенок, который имеет такой опыт, ребенок или подросток, у него совершенно другой паттерн складывается с самого начала, буквально с чистого листа. И через 5-7 лет мы имеем другого типа горожан, которые инициативные, ответственные, и у них формируется личное ответственное отношение к своему городу, потому что они имели этот опыт, когда то, что они считали важным, было воплощено, что они были услышаны, и они понимают, что они могут влиять и изменять что-то конструктивным образом. И вот таким образом, мне кажется, что это такая... Вообще работа с детьми в архитектурной среде считается такая детская песочница, что это что-то такое несерьезное. Серьезные взрослые архитекторы строят большие здания, какие-то торговые центры или там жилые дома, а те, кто работают с детьми, это какая-то вот такая не до конца серьезная тема. На самом деле это прямая работа с будущим, это инвестиция в будущее, когда мы понимаем, что мы взаимодействуем напрямую с будущим, через детей. И вот, наверное, вот так бы я ответила на этот вопрос. То есть, если обобщить, приходя к девелоперу или к директору школы, вы говорите, мы будем заниматься детским соучастием, то есть... То есть мы инвестируем в будущее горожан, для того, чтобы у ребенка складывался паттерн поведения, ответственного личного отношения к своему городу и к своему месту, где он живет. И делаем мы это через то, что даем ему право участвовать наравне со взрослыми в создании каких-то городских объектов. Ну, конечно, не наравне со взрослыми. Мы же как бы реальные практики. Очень важно, чтобы у ребенка была соразмерна ему возможность повлиять. И мы даем возможность детям видеть результаты своего, ну, посильные для них своего мнения, своей ответственности, своих каких-то авторских амбиций в реально построенных объектах. Дети могут и должны реально принимать участие в создании физических объектов, которые проектируют архитекторы. Сегодня чуть попозже про конкретные объекты обязательно поговорим. Это очень интересная тема, действительно, что могут дети, и что не знают о них взрослые. Люба, как бы ты кратко сформулировала, что такое соучастие детское? Ну, через призму сообщества, поскольку это мой профиль, я могу сказать, что для меня это, конечно, однозначно коллективная групповая динамика. И это такая очень... Соучастие — это очень классный инструмент для формирования в этом сообществе. А это сообщество, в свою очередь, это такая саморазвивающаяся экосистема, в которой как раз можно сформировать подростка как активного гражданина. И вообще, как... Это история про внутреннее достоинство человека. Вот это мой такой личный опыт. Что, вот Белла говорит очень правильно, на мой взгляд, самое устойчивое развитие — это вот вкладывать и архитектурно, и социально, и как угодно. Это вкладывать в подростков, ну, там, 12+. Потому что они возрастают в своей уверенности, они проходят при помощи соучастия циклы от идеи до реализации. И это бесконечно ценный опыт, потому что это формирует вот как раз эту личностную, личностную стержень, который запускает потом импульс продолжать реализовывать какие-то свои идеи. Вот если коротко, то так. Ну вот, это действительно классный такой инструмент социальной практики. Но я вот не соглашусь с тем, что с 12 лет, 12+, это такой возраст наиболее подходящий. Вот мы с Анной проводили различные исследования, и мы-то работаем в том числе с дошкольниками. И я знаю, что у Беллы есть опыт работы с детьми более младшего возраста. Поговорим о возрастных возможностях. Что могут дети в том или ином возрасте, и какие страхи взрослых, с какими страхами взрослых можно работать, как объясняя взрослым, показывая детские возможности. Давайте, наверное, с Беллы начнем. Какие-то, может быть, практически сразу примеры возникнут. Вот образовательная мастерская «Драконопроект» как раз занимается напрямую проектированием, как у нас происходит работа. Образовательная мастерская «Драконопроект» работает с детьми над тем, чтобы создавать свои объекты. Дальше эта информация передается в архитектурное бюро «Дружба». Там они воплощаются архитекторами, но с детьми поддерживается постоянная прямая связь. То есть не просто провели какой-то мастер-класс, воркшоп, и дальше проект. Проект же долго длится на самом деле. То есть он может длиться 3 месяца, 4, полгода, год. И дети должны постоянно сохранять вот эту связь с проектом, понимание, что там происходит, и как вообще их авторство, что видоизменяется, по каким причинам. И вот когда мы, вот эта первая стадия, когда мы приходим проектировать с детьми, это может быть совершенно в разных форматах, я думаю, что мы еще сегодня об этом будет возможность поговорить, мы пришли к выводу, что примерно с 5 лет, ну то есть вы как педагоги, я надеюсь, поясните, как вот у вас происходит, да, у нас примерно с 5 лет имеет смысл привлекать детей к высказыванию мнений и к проектированию конкретных объектов авторских. До 5 лет, как правило, ребенок, ну вот в детском саду, да, работает, ну, с материалами. То есть ему не так важно создавать объект или вот что-то там про свое авторство, как вообще поощупать, потрогать, как вообще вот по-разному можно взаимодействовать с материалами. И поэтому, как правило, процесс соучастия такого настоящего мы начинаем с 5 лет. И, как правило, это группы разновозрастные, и эти группы примерно с люфтом 3-4 года, то есть от 5 до 7 лет, 8 дети могут работать вместе, от 7-8 до 10-11, и дальше уже идут вот эти подростки от 11 до 12, до 15, и более старшие подростки. И каждому возрасту можно предлагать какие-то свои формы, ну, для них доступные. Но тут, наверное, ключевая мысль в том, что с 5 лет это получается делать продуктивно. Ну да, с точки зрения архитектуры, действительно, когда ребенок что-то создает, что можно увидеть, потрогать, и вот такой архитектурный объект появляется в городе или в каком-то, там, в какой-то школе, детском саду, то есть в месте, которое видят все, это для ребенка, конечно, ценно. И то, что у вас есть опыт работы с детьми от 5 лет, и дети действительно такие реальные объекты делают. Это, конечно, классно. А вот, Аня, тебя хотела попросить прокомментировать относительно 5 лет и вообще возрастных возможностей самых младших детей, потому что мы-то понимаем, что вот оно в 5 лет вот резко так не появляется само по себе, оно вырастает постепенно, постепенно, и дальше продолжает развиваться. Вот что ты можешь здесь сказать? Я хочу отозваться на то, что Белла говорила, что вот очень важно, что действительно мы даем возможность влиять и принимать решения, то, что ребенок может осмыслить. И действительно уже в 5 лет и старше ребенок может как-то соразмерить с собой, да, вот то, в чем просят его поучаствовать, в городской среде, в каком-то объекте, что-то придумать, что-то нарисовать, выразить. И если мы говорим про возраст, то взрослому нужно постоянно переосмыслять, что такое соучастие в каждом возрасте. Нет одного какого-то общего соучастия, которое мы как бы размазываем и на младенцев, и на ранний возраст, и на подростков, и на дошкольников. Это должно быть очень чувствительно к возможностям ребенка и, главное, к смыслам ребенка. Потому что, если возвращаться к той же конвенции, в конвенции два права ребенка закреплено. Первое – это выражать мнение, второе – влиять, но не на все влиять, что происходит вокруг, а то, что непосредственно меня касается. Если мы говорим про ребенка, то очень важно держать связь со смыслами, с его переживаниями, и спрашивать себя, а вот в раннем возрасте, какая есть такая сфера, которая имеет для ребенка смысл, и в которой будет посильно ему что-то предложить такое, чтобы он мог на нее повлиять, как-то ее изменить. И в этом смысле это такой вызов, который сейчас стоит перед международным сообществом тех, кто занимается образованием и детскими правами. Вот это переосмысление и поиск способов. Поиск способов, как можно дать ребенку возможность себя выразить, например, если он не говорит. Но у него же есть мнение, он чего-то хочет, у него есть желание, ему есть что сказать миру. Только, например, сейчас слова недоступны. Тогда каким способом мы можем эту возможность ребенку дать. И искать вот эти вот разные возможности. И я бы еще здесь сказала, подчеркнула прямо, что соучастие — это не вседозволенность. Это не значит, что мы хотим разрешить делать все, что угодно, и тогда каждый захочет сделать свое, и это будет просто какой-то хаос, и не будет никаких договоренностей, не будет никакого общего дела. Соучастие — это всегда про общие решения, про совместность. Про учет точки зрения другого. И в этом смысле я тебя тоже поддержу, что и учитывать точку зрения другого, видеть вообще ее. Ребенок учится постепенно. Со всем малышам это пока делать очень сложно. Но здесь принципиально важен взрослый, который через свое взаимодействие с ребенком как бы делает эту практику соучастия ему доступным. Вот, например, я здесь приведу Иоанну Палеологлу, которая в Великобритании занимается как раз вопросом этики исследований и соучастия с детьми до трех лет. С теми, кто не говорит. И вот ее вопрос такой, что такое соучастие с такими маленькими детьми, как мы, как взрослые, можем позволить это, и с каким условием можем создать главное здесь. Или, например, практика Эми Пиклер, которая даже с младенцами, вот эта вот уважительная забота, когда взрослый, например, пеленая ребенка или умывая его, постоянно спрашивает и комментирует, что сейчас я буду менять тебе подгузник и ждет от ребенка реакции. И вот такой вот маленький шажок, вот это про соучастие или нет? Вот и про соучастие со стороны ребенка или со стороны взрослого? Мне кажется, это то, что сейчас вот этот вопрос наиболее остро стоит, как мы даже в самых маленьких шажочках можем расширять возможности детей и позволять им чувствовать себя более значимыми и создавать свой вклад. При этом надо сказать, что вот этот эффект, он очень долгоиграющий. То есть если мы, например, провели такой опыт, дали ребенку, ну вот наш опыт в городе Выкса, например, совместный с Любой Нижегородской области, там прям были построены реальные объекты по эскизам детей. И так получилось, что мы работали с детьми 8 лет, прошло уже много лет, им сейчас 15, по-моему. Вот недавно я получила от них поздравление с днем рождения, и они рассказывают до сих пор, что они помнят. Во-первых, они помнят нас, хотя мы не виделись все эти годы. Во-вторых, у них перед глазами стоит этот объект. То есть ребенок в подростковом возрасте, пройдя этот путь в возрасте 8 лет, у него настолько прочно, объект все время стоит перед глазами, он настолько прочно зафиксировался, что для них этот опыт очень долгоиграющий. Вот я хотела дополнить. А я вот к разговору о способах, о поисках способов, и к тому, чтобы эти способы в какую-то систему приводить. Хотела вспомнить две известных практики. Одна возникла в городке Реджо-Эмилия в послевоенные годы, и там сообщество во главе с Лорисом Малагуци создало иную систему образования, дошкольного образования. И в ней дети как раз получали с самых ранних лет опыт принятия решений, опыт того, как договариваться, при том, что ты хочешь одно, я хочу другое, и мы можем объединяться в какие-то группы по интересам, не мешая при этом другим. У нас есть некое общие смыслы, есть общее время, когда мы вместе. И какие-то ценности, которые независимо от того, в данный момент мы вместе что-то создаем или индивидуально, мы эти ценности поддерживаем. Вот такая практика. И, конечно, на российской почве нельзя не упомянуть детский сад школы самоопределения Александра Наумовича Тубельского, который в середине 80-х годов создал школу, в которой дети действительно принимали решения о своей жизни, о жизни своей группы, класса и школы в целом. И если говорить про такие признаки, как это выглядит, и про способы, как это работает, вот, например, Аня говорила уже про то, как уважительно взаимодействовать, разговаривать с ребенком, спрашивать его разрешения. У нас есть такой опыт в жизни, когда маленького совсем ребенка, проходя мимо, мы одергиваем что-то, спрашиваем у него, вырывая его из того, чем он занимается, берем на руки, начинаем с ним как-то взаимодействовать, потому что у нас в это время появилось такое желание, и есть немножко на это времени. Но на самом деле, если говорить с позиции ребенка, как это выглядит, он погружен в какое-то свое дело, у него есть своя собственная задача, и вот такое общение, пусть оно даже какое-то радующее для него, оно все равно вырывает его немного из того, чем он занят. Какими еще способами можно действовать, чтобы формировать вот эту ауру соучастия и вовлекать в такие практики детей? Люба, поделись, пожалуйста. Какими еще способами? Слушайте, ну на самом деле, я думаю о том, что как раз к разговору я бы хотела про риски и про страхи, и вот про это. У родителей есть такой момент с гиперопекой, да, мы не до конца уверены в том, что дети понимают, что им нужно, осознают, что им нужно и так далее. Но по факту, вот весь наш опыт работы с городской средой или с событийной, дети лучше взрослых знают, что им нужно всегда. И очень четко могут выразить свою позицию. Если ребенок в пять лет скажет, что мне нужен посреди площади шоколадный фонтан, он именно это и будет иметь в виду. Конечно, это фантазия детская, но та уверенность, с которой они определяют свою потребность в развлечении, в шоколаде и в какой-то групповой динамике вокруг этого фонтана, всегда будет очень четкий и выраженный. Поэтому риски, у родителя страх, что ребенок сам не сообразит, что ему нужно, и поэтому он нуждается в гиперопеке. Риск вырастить ребенка инертного, неспособного принимать решения. И если говорить про самый главный риск соучастия, если честно, то это такое, что мы даем, начиная какие-то процессы, мы даем некоторое ожидание ребенку о его участии, результате. И вот самый большой риск дать слишком много ожиданий, оправдать их. И всегда, когда мы даже с клиентами начинаем разговор про это, я всегда говорю одну и ту же позицию, что если вы не намерены продолжить доведеть это до какого-то определенного результата, лучше даже не начинать, потому что репутационные и прочие риски от того, что вы сказали А, и не сказали Б, они вообще невосполнимы. Потому что ребенок запомнит не то, как он потрясающе поучаствовал в чем-то, увидит реализацию от идеи до объекта, материализацию, чтобы это ни было событие или инфраструктуру, в разработке которой он поучаствовал. Вот он запомнит это как нечто позложительное. Но если мы дадим обратный опыт, он вообще получит дыру в районе души, сердца и так далее. Вот это, наверное, самое опасное в соучастии. А можешь проиллюстрировать кейсами, например, из 91-й школы, то, что у нас описано в нашей прекрасной книжке, как спроектировать школьный двор. И там такие интересные потом процессы до сих пор идут. Да, до сих пор идут, да. Соучастие вообще особенно в школе, потому что школа – это такой центр мироздания для ребенка на протяжении очень многих лет. Ну, действительно, мы там проводим 11 лет жизни, и родители там проводят в этих школах 11 лет жизни, и уже когда дети там учатся и так далее. И соучастие имеет долгосрочный эффект, потому что тот процесс, который мы начали с вами в 91-й школе, он имел несколько этапов. То есть сначала мы знакомились со школой, знакомились с учениками и разработали уникальную совершенно образовательную программу, которая длилась целый год. И в рамках этой программы мы знакомились с профессией, мы знакомились с тем… Во-первых, мы знакомились с пользователями двора, это тоже, кстати, неочевидно для детей, да, когда мы выходим на диалог и понимаем, что есть территория, есть наш актуальный запрос на эту территорию, но есть еще и миллион других пользователей, у которых тоже может быть. Это как раз к разговору, потому что Аня говорила, что мы все, что соучастие – такое пространство диалога и компромисса. И это умение этого компромисса находить, это тоже очень классная штука. Значит, дальше мы занимались проектированием этого двора, учитывая актуальный запрос. Дальше у нас было много всяких разных мейкерских практик, и я люблю это больше всего, когда мы от слов переходим к делу, потому что не всегда спроектировав какой-то капитальный объект, мы можем его прямо сразу реализовать. Нет, это марафон, и детям, надо сказать еще про риски, очень сложно выдерживать марафон. То есть если здесь нет внутри очень четкой ритмичной итерации, то они теряют нить. Интересно. Интересно, да. Так вот, значит, если мы соблюли вот эти вот все правила, пришли в мейкерскую часть, где они руками промежуточно закрепляют свои идеи, речь идет о тактическом урбанизме и поп-ап площадках. То есть, допустим, мы придумали, что нам здесь нужен какой-то объект, и до того, как мы его капитально реализовали, мы сделали какую-то своими руками, из палок и так далее, сделали, значит, что-то такое, чем можно пользоваться. Прямо приведи пример. Пример, значит. В какой-то момент мы, понятно, сделали опрос в 91-й школе. У нас там есть такое движение улучшайзинг. То есть мы как бы объединяемся сообщественно, своими руками делаем какие-то конкретные действия, чтобы улучшить качество жизни. Так вот, значит, сделав этот опрос, мы поняли, что нам во дворе нужны рабочие места. Рабочие места. Мы взяли старые парты, устроили субботник, покрасили парты, стулья и так далее, значит, ну и выставили в среду. Значит, что дальше начало происходить? Мы поняли, что это вообще получился многофункциональный, прекрасный и игровой, и инфраструктурный объект, потому что младшие школы составляли парты, стулья, одно на другое получалось пирамида, значит, с которой они радостно шандарахались и все такое. Значит, какие-то тусовки школьные брали эти парты, собирали их формом, кругом, в общем, тусовались огромными такими столами. Другие там старшеклассники брали эти парты, уносили в дальний угол, и там, значит, со своими какими-то делами, значит, уже сосредотачивались. То есть получилось вот такое, и все оценили, что вот мы пришли, мы покрасили, мы создали для себя инфраструктуру и еще для всех остальных. Это вот такой импульс, когда ты им в следующий раз говоришь, ребята, айда делать велопарковку, они, значит, моментально все прибегают, а давайте, а где мы будем? Они уже знают, у нас все уже там прошаренные в школе, они уже знают, как идет процесс, сначала мы должны спроектировать, какая она будет, куда мы ее поставим, как мы ее покрасим, а давайте спросим общественность, а потом уже, значит, пришли и все это дело сколотили. Дальше, значит, еще была уникальная история, спонтанно произошедшая. Во дворе школы повалили старые непригодные деревья, там был небольшой провал, что как бы школа забыла предупредить об этом общественности, общественность жутко вообще взволновалась, и, конечно, все, такая трагедия экологическая, потом стало понятно, что деревья действительно бросовы, их нам пришлось бы спилить в любом случае, что в это время делали дети, в то время, когда родители волновались, что спили деревья. Дети, значит, моментально присвоили себе весь этот природный материал. Слушайте, наш двор, значит, на два дня, пока, значит, все это вывезли, все ветки и так далее, превратился просто в какое-то бесконечное шалашовое шале, просто от, я не знаю, от 20-метровых до крошечных таких, потому что дети моментально освоились, начали строительство укрытий. Потом приключились родители. Да, потом, значит, очень быстро администрация школы отреагировала, спасибо ей большое, на наше предложение сделать такой мейкерский пикник, не выбрасывать сразу все эти деревяхи, а, значит, сделать мейкерский пикник, и мы, значит, оставили большое количество пней, веток, палок, устроили опять же встречу, такой субботник, пришло 40 семей, ну, это достаточно много для школы в субботу, и, значит, сделали шалаши уже там, централизованные, культурные, сделали такое пространство для рекреации из больших пней, и, ну, в общем, как-то все вместе, вроде как, во-первых, родители все пережили травму через прикладную деятельность, что деревья таки повалили, и все как-то очень здорово объединились, успокоились, дети до конца сезона, все были счастливы, продленка была счастлива, потому что дети были заняты сами по себе, вот история про игру в мономатериал, я ее обожаю, вот вывали ты тонну коробок, они займут себя просто на всю жизнь этими коробками, или ведрами, или палками, ничем угодно. Ну, это бесконечная, конечно, история, и здорово, что это до сих пор тоже продолжается, и внутрь школы пошло. Да, это правда. Белла, у тебя тоже много всяких интересных и школьных, и не школьных примеров, вот как вообще работает соучастие в проектах архитектурного бюро «Дружба»? Ну, вот перед тем, как, наверное, рассказать о конкретных примерах, мне бы очень хотелось провести очень такую понятную, четкую границу между соучастием и какой-то псевдопрактикой, которая часто бывает, да, потому что соучастие с детьми – это не любая работа по привлечению детей к проектированию, потому что, когда какая-то такая идея, она начинает освещаться, многие начинают ее эксплуатировать, она может дискредитироваться, эта идея, потому что ее начинают применять, ну, с подменой понятий. То есть, как сейчас часто происходит, тема соучастия достаточно модная в профессиональном сообществе архитектурном сейчас, и привлекая детей, часто бывает проводят воркшоп какой-то, я не знаю, какое-то развлечение для детей, мастер-класс, что-то такое милое, где дают им какие-то материалы, дают возможность что-то поделать, они там переставляют какие-нибудь красивые пенечки там, или палочки-веточки, галочка стоит, дети, значит... Даже проект какой-нибудь сделают, может быть. Возможно, бывает и такое, да. Ну, то есть галочка стоит, воркшоп проведен, один, два, и все, дальше архитекторы начинают проектировать с чистого листа то, что считают нужным. И вот это не соучастие, это развлечение детей, это тоже, наверное, такая полезная практика. Еще часто бывают, привлекают детей к каким-то таким практическим вещам, например, там, давайте там, не знаю, какое-нибудь сделаем там большое выжигание, какую-нибудь карту там сделаем, например, да. Ну, то есть какие-то прикладные вещи, которые, ну, просто детям интересно делать руками. И это как бы, ну, хорошая возможность для детей просто, ну, провести время, но это не то, что дает нам тот эффект, о котором мы говорим. В чем принципиальная разница? Ну, много есть разных признаков, но самое главное, которое я хотела бы выделить, что дети должны видеть то, что они заложили в реальности, то есть они должны очень четко понимать, где их авторский вклад в то, что воплотилось в жизнь. Они должны точно понимать, что это они соавторы этого объекта, что это и в чем, как бы, собственно, то есть они должны его узнать. И очень часто бывает, и очень часто бывает, что, конечно, от момента, когда дети что-то делают, от момента строительства, как я уже говорила, проходит очень много времени, и по объективным причинам бюджет, сроки, материалы какие-то строительные, да, их доступность, по идее, может искажаться. Поэтому очень важно, чтобы дети принимали участие не один раз какой-то, проведя воркшоп, а чтобы они, ну, как бы, постоянно имели возможность понимать, что, как бы, с их объектом происходит, чтобы, ну, то есть главный признак, когда объект стоит, ребенок четко понимает, это вот я придумал, и, как бы, ну, или я вместе с кем-то, я придумал в этом вот, вот конкретную вот эту вот штуку. И вот такие, наверное, ну, случаи, когда это удается сделать. Вот Люба рассказала про временные какие-то, да, объекты. У нас тоже был неоднократный опыт. Мы такое делаем, например, при проведении детских лагерей, да, когда, например, мы приезжаем, вот мы делали совместный лагерь с политехническим музеем, когда мы на инфраструктурной базе, где мы находились, оставили свой объект. И всю смену дети, собственно, занимались строительством этого временного объекта своими руками при помощи строителей, делая то, что им посильно. Очень был интересный эффект, потому что, когда объект был все-таки, его воздвигли, вот эта вот группа, которая, смена которой занималась им, они стали его охранять и эксплуатировать. То есть они понимали, что это как бы их, да, очень важно. То есть мы делали такие скрытые съемки, что они говорили, находясь там. Это просто было невероятно. Шпионили. Да, да. Это было просто невероятно, потому что они говорили, вот я, я это построил. Они начали диктовать свои правила там, потому что, ну как диктовать, не позволяли его разрушать. А это на самом деле суперважная история, потому что так работает в городе. Если человек принял участие, он никогда не будет портить. И более того, он не даст портить другим. Это как бы способ, ну как бы, борьбы с вандалами на самом деле. Это вот касается временных объектов, но есть и капитальные, и постоянные. Вот мы уже упоминали город Выкса в Нижегородской области. Я как раз сейчас вспомнила к тому, что не портить и не давать портить другим. Вот-вот, да. Там есть потрясающий фестиваль «Арт-Овраг», который проводится уже, наверное, около 10 лет, где известные художники приезжают и строят или рисуют какие-то арт-объекты в городской среде. Это такая системная работа по присвоению города и потому, чтобы в городе возникли какие-то уникальные места, которым можно гордиться. То есть, по сути, город становится туристическим от этого. И вот у нас была возможность не просто что-то с ними, а вообще придумать с детьми, что же детям нужно в городе. То есть, у нас не было конкретного бюджета, конкретной площадки, конкретных каких-то параметров. Но мы вместо того, чтобы развлекать детей на фестивале, ну, то есть, дать им какие-то, не знаю, воркшопы проводить, мы собрали предварительно до того, как фестиваль проходил детей и их родителей, стали выяснять, что же нужно и где. И они сами выбрали место, где они хотят что-то строить. Это место было на пересечении многих транспортных потоков, связанных с детьми, потому что там спортивная школа, музыкальная школа, технологическая. И вот такой как бы центр между ними был как бы признан как место силы. И там мы один год вот в рамках фестиваля как раз делали ПАП-объекты временные, что помогло привлечь финансирование как со стороны фестиваля и фонда ОМК, участие, который финансировал фестиваль, так и со стороны администрации, что они как бы софинансировались, для того, чтобы на следующий год, ну как бы подтвердив, что это действительно место силы, действительно как-то жизнь меняется, да, и закручивается вокруг этого места, сделать что-то капитальное. И действительно на следующий год, это был, по-моему, 17-й какой-то год, нам удалось с ними вместе сделать реальную какую-то вот городскую, городской сквер, такой детский сквер. Они сами его назвали, они придумали для него объекты. И это был, наверное, такой вот очень маленький по масштабу и по бюджету объект, который имел очень-очень важное значение, потому что дети, которые принимали участие, родители продолжили дальше уже без нашего участия. Они даже забыли, что мы там были, откровенно говоря, а то мы там года три с ними были. Как раз кейс присвоения. Это невероятно, потому что они объединились в свое сообщество, стали даже позиционировать этот кейс на международных, это люди, надо сказать, это глубокие регионы, глубокие регионы. Они стали презентовать этот кейс в международных, нет, всероссийских конференциях по городской среде, как свой проект и стали развивать, проводить там... А как же свой, больше участвовали? Они просто участвовали, они как бы, они его переняли. То есть они стали проводить там фестивали, какие-то праздники, там масленицы, делать на базе этого проекта какие-то новые проекты, спортивные занятия, занятия с детьми связанные, химический клуб там возник. И, ну, как бы вокруг этого объекта завернулась такая мощная воронка жизни. И как раз и дети, да, вот они это помнят очень хорошо. Это их место, где они живут. Они живут вокруг этого места и постоянно понимают, что это их точка, которую они создали сами. И вот это, наверное, самое главное. Не то, что что-то возникло физическое, а то, что вокруг этого... Это только повод для взаимодействия, общения, дальнейшего развития. Вот, наверное, в чем суть соучастия. Можно я расскажу маленький, короткий пример? Это из ВИКСа. Это про уникальный педагогический эффект соучастия. Значит, там на этой площадке, на Пирогово-6, был такой прекрасный форум, куда можно было в рамки вставлять свои художественные работы, объявления и так далее. И в какой-то момент... Ну, а мы уже понимаем, да, пространство присвоено, вокруг него сообщество. И в какой-то момент на этом форуме поотломали все рамки. Ну, это было действительно... Вандалы, да. И это было действительно такой для всех шок. Как же так? Мы с такой любовью, столько времени сюда вкладываем и так далее. Ну, и такая общественная волна пошла. Камер там, конечно, никаких нет. И буквально через два дня в этот Дом творчества приходят подростки и говорят, слушайте, ну, нам очень жаль. Это мы сломали эти рамки. Мы готовы чинить. Я говорю, у меня мурашки до сих пор бегут. Это действительно уникальное... Знаете что? Это разрыв шаблона. То есть соучастие однозначно совершенно позволяет менять жизненный сценарий на более положительный. Это точно так. Вообще увидеть другого она позволяет. Да, увидеть другого. Научиться каким-то другим языком говорить и формулировать свои идеи. И вот там очень много каких-то еще дополнительных там волн, которые происходят с человеком, когда он в этом участвует. Потому что на самом деле сучастные проектированные среды событий экстраполируются потом во многие области жизни. Потому что там они уже и с учебным процессом хотят что-нибудь свое. Как раз про образование, образовательные процессы, эффекты соучастия. Ну я здесь только поддержу, что Белла сказала и Люба, потому что в дошколке мы на самом деле то же самое все видим, что есть большая проблема фальсификации, когда соучастие, как слово сейчас тоже становится довольно модным. И не все говорят, что мы соучаствуем. Но когда мы начинаем разбираться, то это чаще просто, что мы какой-то движ с детьми организуем какая-то активность, все рады, все участвуют. Просто находимся вместе. Или спрашиваем, вешаем на стеночку, что сказал ребенок, а дальше все по расписанию, потому что было заранее запланировано, к чему педагог сам подготовился. И в этом смысле, конечно, здесь большая опасность. И лучше бы вообще тогда не говорить, что я вас буду спрашивать, а делать просто вот, что ты заметил, чем делать вот так. Потому что это подрыв такого доверия к педагогу. И вот мы сейчас как раз проводим исследование и берем интервью у детей. И они прям говорят, что меня не спрашивают. Или а толку? Я говорю, ну а что? Никуда ни во что это не превращается. И более того, у детей сейчас вот присутствие педагога они используют как такой знак того, что решение принимаем не мы. Вот если есть педагог, значит все. Не мы решение, он сам все делает. Хотя им транслируется нечто совсем другое. И вот еще, в том, что вы говорили, мне отозвалось и про чувство принадлежности, потому что для маленьких детей это супер важно. Осознавать, что это мое пространство. Мы заходим чаще всего в такую, ну если можно говорить, что есть типичная группа, то это они все на одно лице очень похожи, как наверное и дворы, да? Все с одинаковыми какими-то штучками, с одинаковыми приемчиками. Так вот очень важно, чтобы ребенок чувствовал, да, вот это что-то мое, присваивал на себе это пространство, понимал, что я здесь вообще-то хозяин. Дети парадоксально считают хозяином кого угодно в детском саду, но не себя. Воспитателя, директора, заведующую, каких-то тетенек, которые приходят. И в тех группах, где и живет соучастие, мы видим другую среду. Мы видим, что очень много детских следов. Какие-то работы, какие-то записочки, какие-то очень неформальные штуки, да, какие-то норки, какие-то самодельные домики, да, то есть видно, кто живет в этом пространстве. И для детей очень важно осознавать вообще, что себя частью группы осознавать, что это моя группа, моих друзей, что я здесь важен, я здесь видим. И вот очень хочется сказать, что соучастие — это не про то, что я делаю, что я только сам хочу, и всегда только, что я хочу сам, а это про то, что я замечаю другого, и вообще-то его потребности, и вижу, и сталкиваюсь с ними, и учусь договариваться, и принимать общие решения. И мне кажется, это такой самый сейчас важный опыт, который мы можем дать маленьким детям, для того, чтобы они могли жить в этом стремительно меняющемся мире, и как-то находить себе опоры, и создавать эту совместность, потому что если я не вижу другого, то я и ничего вместе с ним сделать не могу, и я, в общем-то, не очень вижу самого себя. И вот здесь вот я еще про один риск сказала, который мы замечаем в дошколке, но, наверное, можно хвосты и в других областях увидеть, что на самом деле есть проблема того, что у самих педагогов нет опыта этого соучастия. И есть опыт, наоборот, фальсификации. Когда им говорят «голосуем», они поднимают руки, и оказывается, что все уже было принято, а это просто такая формальность, и никому это не важно. И все делаем так, как сказали. И руки опускаются, потому что, ну а что, я буду говорить лишний раз, какие-то инициативы предлагать, если все равно это никому не надо, а может быть даже какие-нибудь последуют санкции. И педагоги находятся в такой вот сложной ситуации. Они говорят, что вот в умных книжках пишут, что нужно слушать голос ребенка и соучаствовать. А у них ни опыта нет, ни понимания о том, как с одной стороны эту программу выполнить, а с другой стороны вот это вот создать эти условия для детей. Как будто пристройка какая-то. Да, и им очень сложно еще как-то, ведь, вот мы уже говорили про это, что в основе соучаствующих практик другой образ ребенка. Не как такого маленького, пустого, который я наполняю тем, чем считаю сам нужным, а как активного, чувствующего, переживающего и мыслящего, к которому можно обратиться, и к которому можно быть в диалоге. Например, исследования Себе и Робинсон в школах, которые работают по программе уважения прав ребенка. И они выяснили, что когда у ребенка есть такой опыт, он не становится более агрессивным или каким-то там неуважающим авторитетом. Наоборот, он становится более уважительным, более ценит то, что происходит, и больше включается туда. То есть, когда мы даем ребенку возможность влиять, быть более активным, быть источником того, что он сам делает, это не означает, что ребенок не будет слушать педагога, педагог для него исчезнет просто как взрослый человек, и в группе просто какой-то хаос будет. Наоборот, потому что ребенок чувствует, что его уважают, что его друга уважают, и он учится вот этому уважению именно через вот такое вот взаимодействие. Это точно совершенно, потому что это, можно я скажу быстро, это и про уважение друг к другу, к мнению другого, и про уважение к среде, и на примере подростков, например, это видно совершенно точно, потому что подростки, все знаете, это самая маргинальная вообще тусовка, потому что их уже не хотят в детских, еще не хотят во взрослых, и особо никакой прямо специализированной инфраструктуры, кроме разве что спортивной, в городах для них не придумывают. А у них есть очень высокая потребность к колонизации, и поэтому когда мы говорим, вот подростки вандализируют, и вот это вот все, ну да, они вандализируют, потому что им важно себя как-то обозначить в среде. Сделать видимость себя. Сделать себя видимым, да, проявить какой-то свой контур и так далее. И когда мы вовлекаем их при помощи соучастного проектирования чего угодно, событий, среды, учебных процессов и так далее, у них как раз преломление идет вот этой негативной энергии, точнее просто энергии в мирное русло. И тогда, когда есть какой-то, там, не знаю, творческий импульс всем вместе сделать какое-то пространство, в котором как-то у нас в районале, фестивале районале, в Листе уникальный совершенно был как раз эффект, когда мы взяли разрушенное здание, и мы собрали все сообщество Листы, молодежное, творческое, креативное. Они даже не знали, что их там так много, что они все есть, они между собой познакомились, наладили горизонтальные связи. И в тот момент, когда фестиваль уже прошел, вот уже больше года, они продолжают в этом пространстве, которое они сами под свою актуальную культурную поездку спроектировали и построили, они продолжают, они его присвоили, они продолжают там проводить какие-то свои мероприятия и так далее. И уже там их, эти бесконечные граффити выглядят совершенно уместно и так далее. Ну, то есть... Наверняка они делают этого в каких-то других местах города, где это неуместно. Потому что появилось у них место для самореализации. Ну, вот это интересный очень эффект. И мы сегодня много говорили про эффекты, которые мы видим у детей. Я предлагаю завершить наш сегодняшний разговор тем, какие ресурсы, какие ресурсы вообще дает соучаствующее проектирование, пространство, образовательные среды, вообще жизни взрослым. Какие бонусы получают взрослые от этого? Кто хотел бы? Мне кажется, что вот мы когда говорили про авторитет, в близрежиме, да, что когда мы как раз говорили про этот авторитет, который как будто бы страшно потерять, вот по факту нет. Потому что тот лимит, кредит доверия авансом, который после этого выдается, после реализации чего-то такого совместного, то уважение, и это уважение не с позиции страха, а и с позиции дружбы, то вдохновение, которое мы даем детям, реализовывая совместные проекты, и которое мы получаем вдохновение сами в этом, мне кажется, это невозможно переоценить. Вот это такой ресурс, когда ты видишь их горящие глаза, ты видишь материальный, эмоциональный, культурный след, и вместе вы имеете все импульс продолжать еще и еще. Как-то так. Бэлла, а у тебя какие мысли на эту тему? Ну, как правило, выгодополучатели, помимо детей, да, это их родители и, собственно, заказчики проекта, которые, в общем, платят на самом деле за то, чтобы это состоялось. Так вот, родители получают, на самом деле, прекрасное сообщество, потому что, когда их дети вращаются в некотором поле, как правило, это поле, которое привлекает вокруг себя очень каких-то вот деятельных, инициативных, конструктивных людей. И это такая выборка. И родители очень сильно объединяются вокруг этого сообщества. И то, что мы рассказывали про ВИКСу, как раз так и получилось, сделали для детей. Выгоду поймали свои взрослые, которые получили, на самом деле, вплоть до каких-то новых вообще толчков в жизни своей, да? Они свои проекты начали делать на базе вообще всей этой истории. Мне кажется, это очень важно, когда ты находишься в среде своих людей, да, которыми единомышленники, интересы. Это очень часто в школах так происходит, когда вокруг школы ты не просто привозишь ребенка в школу, а получаешь какую-то прекрасную среду для своего собственного развития. Это очень здорово, очень важно. А заказчики, как правило, получают лояльность на самом деле. Это очень важно. Для них всегда это такой ключевой момент. Причем лояльность именно со стороны родителей. Получают поддержку и, в общем, признание своей деятельности. Мне кажется, вот это такой эффект, ну, то есть благодарного родителя переоценить сложно этот эффект, когда в его ребенка вложились. Да, поэтому, конечно, какие-то возможности для каких-то своих подтверждения результатов эффективности своей деятельности заказчик всегда имеет очень выраженно. А архитектор? У него есть какие-то бонусы соучаствующего проектирования? Очень хороший вопрос. Четкое ТЗ. Мне кажется, архитектор, который работает соучаствующим проектированием, это человек, который воплощает не свои идеи. Это изначально человек, который должен быть настроен не на красивую картинку, хотя она обязательно должна состояться, и не на самореализацию, а на то, чтобы услышать на самом деле других людей. Архитектор, который, в принципе, работает соучастием, его награда — это изменения реальные, которые происходят через пространство, когда он видит, что это не просто, ну, что это сработало, что это имеет долгосрочные эффекты, что это имеет какие-то последствия, которые раскручиваются во времени, и когда эта воронка начинает расширяться. Ну, это на самом деле ну, такое наивысшее наивысшее удовольствие от творчества, когда ты понимаешь, что ты не просто самовыразился, а вовлек людей, и они смогли самовыразить за счет этого, и это имеет реальный прецедент, реальные изменения. А для меня, как для архитектора, еще очень важно, что создан какой-то вот пример, который другие архитекторы или другие, например, там, чиновники, девелоперы, те, кто заказчики, да, они понимают теперь, что так можно было. И этот вот эффект, он начинает, не только на твоем проекте случается, а он начинает как бы иметь широкий, ну, охват. Охват, да. То есть, например, мы начали проектировать детские площадки уникальные 10 лет назад, и сейчас видим, что эта тема стала востребованной. Вот это, наверное, для нас самый такой главный приятный эффект. Здорово. Ань, вы тоже чувствуете свой вклад? Да. Мне кажется, он не очень важен. Он не очень важен. Он такой, да, масштабный. Это вот... Вообще всем, что мне кажется, прости, пожалуйста, всем, кто занимается соучастием давно, вот этот эволюционный, он очень длинный. Все-таки его? Да. Потому что, когда мы все это начинали уже сколько там, я не знаю, лет 14 назад, и то, как это сейчас пришло, вот ту фазу, в которой сейчас пришло, что это тренд, что это модно, окей, есть как бы нюансы там с... не вполне там, с фальсификациями какими-то, но тем не менее, то, каким шагом стремительным идет это направление, это очень приятно за этим наблюдать, честно говоря. Да, это прям бальзам. Бальзам, я согласна. На все души сразу. Да. Мне кажется, что главное, то, что человеку нужен человек, ребенку нужен человек, взрослому нужен человек, и соучастие, это про вот особое взаимодействие, такое подлинное переживание близости, совместности. И вот это, мне кажется, самый такой большой бонус, который взрослые получают, потому что это тоже возможность увидеть другого, переосмыслить свое отношение к ребенку, ощутить себя в совершенно другом взаимодействии, и вообще-то для педагога еще и выйти из такого плена образа непогрешимого педагога, который должен составить план-конспект, должен знать, куда шагать, и желательно на три шага вперед. И вот этот, как бы, такой образ контроля, он на самом деле тоже очень тяжелый. И вот то исследование, про которое я сегодня уже говорила, там и педагоги были, и оказалось, что в таких школах и выгорание случается реже. То есть если ты работаешь, обращаешься к ребенку, как к равному того, кого ты уважаешь, то и общение по-другому меняется, и ты от этого совершенно другой эффект получаешь. То есть возможность расслабиться и отпустить ситуацию. Ну и вообще заинтересоваться другим. Это и педагогу самому тяжело, вот постоянно быть в образе такого всезнающего и... В общем-то, учиться у детей. Мне кажется, участие дает... Ну, как Белла говорит, что мы работаем с будущим, и мы учимся у детей, потому что им правда есть, чем у нас научиться. Ну, на этой вдохновляющей ноте работы с будущим, я думаю, что мы будем прощаться. И если вы с нами до сих пор, и у вас возникло желание как-то погрузиться чуть больше в тему соучастия, либо с точки зрения архитектуры, либо с точки зрения педагога, вы всегда можете обратиться... Во-первых, можете скачать вот эту методичку и почитать о том, как мы это делали в конкретных школах и что вообще можно сделать на разных уровнях погруженности. Ну и слушайте наши новости, подкасты об этой теме. С вами была команда Московского городского педагогического университета, а также архитектурного бюро «Дружба» и специалисты по развитию сообществ. Всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова